Доброе утро! Сегодня я пригласил на завтрак одного из ведущих преподавателей Высшей школы менеджмента Петербургского государственного университета, одного из лучших преподавателей программы Executive MBA, программы MBA для руководителей, которые реализует Петербургский университет, кандидат психологических наук, доцента Андрея Леонидовича Замулина. Андрей Леонидович у нас признанный эксперт в области лидерства, и поэтому сегодняшнюю тему нашего завтрака мы обозначили как лидерство в эпоху знаний. Но и с самого начала, Андрей Леонидович, давайте с вами определимся, а кто он такой современный лидер, тем более в эпоху знаний, и есть ли какая-то эволюция в лидерстве? Хороший вопрос. Недавно я публиковал статью «Лидерство в эпоху знаний» в нашем профильном вестнике университета. Но на этот вопрос, он с одной стороны простой, с другой стороны ответов очень много. Главная причина того, что легко, что ли, не ответить на этот вопрос заключается в том, что современная эпоха, эта эпоха неоднородная. В этой эпохе сейчас намешано, что ли, множество эпох. На разном уровне находится развитие общества, страны, компании и отдельные люди. Поэтому вот какого-то однородного лидерства, с моей точки зрения, в данный момент не существует. Но можно говорить о некоторых трендах, о некоторой эволюции лидерства. И вот когда мы через эту призму рассмотрим отдельные примеры или феномены лидерства, мы можем глубже понять, что происходит. Вот с моей точки зрения, основной тренд, который сейчас позволяет понять логику развития лидерства, заключается в том, что, условно говоря, можно выделить три этапа развития лидерства. Первый этап – это лидер, который ведет за собой, который придает энергию. Ну, метафора, может быть, такой паровоз или тепловоз, который при этом еще сам перед собой прокладывает дорогу. Хорошая сцепка с сотрудниками, хорошая сцепка с последователями. И этот лидер знает направление и придает энергию. Это первая парадигма лидерства. Может быть, она доминировала то, что мы говорим, когда упоминаем традиционное лидерство. Наверное, такой тип лидерства, он и существует, и мы с ним постоянно сталкиваемся. Но лидерство не стоит на месте. Действительно, принципиальное изменение эпохи, когда продукты становятся уже интеллектуальные, когда невозможно просто пересчитать и отконтролировать легко работу сотрудников, привело к тому, что появился новый тип лидерства. Это, ну, как метафора тоже, это лидерство оркестр. Точнее, это лидер, дирижер оркестра. При этом уже люди очень разнообразные. Люди занимают свое место, если мы говорим о компании, свое место в соответствии со своими способностями. Они очень разные, они играют на разных инструментах. Есть ведущая партия, а есть те, которые поддерживают эту ведущую партию. При этом лидер вступает в роли человека, который контролирует общую мелодию. То есть, это вот метафора лидер как дирижер оркестра. Второй уровень развития лидерства. Но все меняется очень быстро. И если мы раньше говорили о том, что вот существует некоторая такая пирамида, наверху лидер вот этот тепловоз, паровоз или огнедышащий дракон, иногда его называют, то сейчас пирамида перевернулась. Теперь задача лидера заключается в том, чтобы создать условия для талантов, для людей, которые специалисты в определенном виде деятельности, максимально себя проявить. Лидер в этом смысле выступает в роли или соучастника такой творческой музыкальной группы, или даже он рядом с этой творческой группой, вот она что-то играет, условно говоря, такие мелодии, она ищет, эта группа ищет какой-то новый свой голос. А лидер, может быть, в это время просто наблюдает за публикой, за рынком, за обществом, на что зовется вот это общество. Поэтому современный уровень лидерства, это уже лидерство, где иногда его называют латентное. Это лидерство, где мы уже не так просто, собственно говоря, лидера определим, где он находится. Он свободен, он движется по сетям, он движется по мероприятиям, он движется по каким-то интеллектуальным, если так можно сказать, узлам. Это лидерство латентное. Поэтому вот с моей точки зрения переход от лидерства традиционного к лидерству, такой, где руководитель является дирижером оркестра, к лидерству латентному, это такая основная тенденция, основной тренд современного времени. Задача современного лидера в компании знаний – уметь создать условия для того, чтобы люди проявили свои лучшие качества, для того, чтобы создать ситуацию, когда создается уникальный коллектив из талантов, что очень непросто сделать, потому что талант, он в каком-то смысле самодостаточен, и чтобы этот коллектив не только создавал продукцию, не только создавал ее устойчиво, но и при этом эта продукция пользовалась спросом. Вот задача лидера. То есть лидер сейчас, на сегодняшний день, в передовых компаниях – это человек, который очень чувствителен к внешнему миру, очень чувствителен к внутренней среде организации, и свою главную задачу, или одну из главных задач, видит создание ситуации, где люди развиваются. Понятно, что вот такой тип лидерства предъявляет особые требования и к лидерам. Андрей Леонидович, вот скажите, я понимаю эту аллегорию лидер как дирижер, и тогда понятно, что в оркестре может быть только один дирижер. Ну, странно представить себе оркестр, который дирижируется двумя-тремя дирижерами. В ситуации, о которой вы сказали, это латентное лидерство, лидер, который стоит в стороне, возникает вопрос. А сколько может быть таких лидеров в организации? Лидерство – это удел только руководителя, человека номер один в организации, либо есть еще кто-то в организации, кто может быть лидером. Вот как вы считаете? Ну, хороший вопрос, он и вопрос такого, я бы сказал, теоретического плана, и в то же время, конечно, это вопрос очень практический. Потому что главный вызов для любого лидера – это наличие другого лидера. А есть ли их несколько, этих других лидеров? И в данном смысле современная наша жизнь, она предлагает тоже, с моей точки зрения, удачный вариант решения этого вопроса. Лидерство имеет смысл говорить не об отдельном лидере. И даже самый замечательный лидер без хорошей компании вряд ли чего-то добьется в современном мире. Имеет смысл говорить о лидерстве в компании. И вот это лидерство в компании, оно имеет несколько измерений. Остается лидерство вертикальное, где руководитель, лидер, он определяет основной формат организации, определяет стратегию, рыночную стратегию организации, определяет ключевые элементы этой стратегии и удерживает организацию на пути достижения вот той выдающейся цели, которую он поставил. Это вертикальный лидер. Его задача обеспечить целостность и движение вперед. Но при этом в успешных организациях, я прежде всего говорю об организациях знаний, там, где основным предметом и основным товаром в итоге являются знания, там развивается горизонтальное лидерство. Горизонтальное лидерство – это лидерство в отдельных командах, в отдельных группах, и уже на этом уровне есть необходимость и возможность появлению лидеров, которые являются лидерами небольших коллективов. И вот здесь вот парадоксальная такая ситуация возникает, и если она в компании решается, то компания становится успешной. Это естественное отношение между вот этим вертикалью и горизонталью. И вот исследования, вот современные исследования последних лет, в частности в Юго-Восточной Азии, они показали, что наиболее успешные IT-компании – это компании, где решен вопрос о симбиозе вертикального и горизонтального лидера. Ведь, по сути дела, у меня к вам такой вопрос, позвольте задать. Пожалуйста. А то я вот глаголю, глаголю. Да, современный подход предполагает, что лидерство коллективное. Что противостоит лидерству? Власть в организации. Власть в организации. Какая власть наиболее, я бы сказал, разрушительна для лидерства? Откуда она возникает? Что является источником этой власти? Сложный вопрос. Но наиболее разрушительной для лидерства является власть, которая, а вот, кажется, авторитарная власть. Попытка сконцентрировать все рычаги власти в своих руках. Мы знаем это из истории, в том числе и нашей страны. Вы знаете, вот это, с моей точки зрения, первый шаг. Второй шаг. Есть в художественном творчестве такое представление, что художник, когда создает свое произведение, это произведение начинает жить своей жизнью. Так вот, что создает авторитарный лидер? Он создает некоторую систему, которая часто называется или содержит бюрократия, или рутина, или вот какую-то систему, которая живет по своим законам. Вот с моей точки зрения, лидер как раз, настоящий лидер, он бросает вызов вот этой устоявшейся системе. Авторитарный руководитель, он на самом деле человек. С ним можно разговаривать, у него есть совесть, у него есть ценности, у него есть сопереживание. У системы этого ничего не существует. Поэтому, ну вот как метафора, мне кажется, удачно. Вот у Сервантаса было Дон Кихот, он воевал именно с ветряными мельницами. Вот ветряные мельницы, это в некотором смысле тот основной вызов, который имеет лидер современного дня. Это задача лидера бросить вызов вот этой рутине бюрократии. Возвращаясь к нашему вертикальному и горизонтальному лидеру, отсюда вытекает, с моей точки зрения, ключевая задача современного вертикального лидера в компании знаний. Это гарантировать горизонтальным лидерам, собственно говоря, где происходит работа, независимость и свободу от бюрократии, которая постоянно порождается. По сути дела, вот этот вертикальный лидер исследования показывает. Ну и вот мое внутреннее исследование лидерства, оно тоже это подтверждает. Задача вертикального лидера – отслеживать уровень вот этой бюрократии. Минимальный уровень порядка нам необходим, но в том, чтобы эта бюрократия не стала диктовать правила, не стала диктовать какие-то решения внутри организации. Вот это задача лидера. Правильно я понял, что в этой связи плоские организационные структуры, это фактически организационные структуры, где большая часть полномочий децентрализована. Абсолютно верно. С другой стороны, ну здесь тоже не надо быть наивным человеком. Когда мы говорим о рынке, это борьба. Рыночная борьба. И здесь организация должна быть не просто эффективной внутри, она должна сохранять свои границы, то, что обеспечивает вертикальное лидерство. В этом смысле вот организация, которая сохраняет в себе вот этот горизонталь, где люди работают, ими руководят, компетентные руководители, лидеры, воодушевляя их, и при этом существует эффективная вертикаль лидерства. Эффективная, значит, там не очень много вот этих звеньев, но в то же время там компетентные вертикальные лидеры с точки зрения своей основной задачи. Создание оптимальных условий для работы людей в компании. Вот эта организация эффективная. И еще один существующий закон. Когда мы говорим об IT-компаниях, современных компаниях знаний, это уже глобальная конкуренция. Это значит, что если вы претендуете на лидирующую позицию, вы конкурируете со всеми, а не только с теми компаниями, которые находятся в той стране или в той области, в которой вы находитесь. И здесь понятно, что еще более высокие требования вот к этому вертикальному лидеру, еще более высокие требования к тому, вот как я это сказал, симбиозу между вертикальным лидером и горизонтальными лидерами, нам необходимо вот этот уровень достичь. Я бы еще один момент сказал, вот сейчас я об этом подумал. Мы сейчас рассуждаем так логично о лидерстве, но в то же время мы прекрасно понимаем, что успех на рынке это еще и некоторая удача. Вот как это не удивительно и, может быть, звучит в рамках нашего такого продуманного и систематизированного подхода, лидер современной компании, вертикальный лидер, это удачный, это человек, который дружит с удачей. Вот, например, Стив Джобс. Это человек, с моей точки зрения, который действительно установил какие-то глубокие отношения с удачей и способен был это превращать в успешные проекты. Это тоже элемент лидерства, поэтому мало сказать, что вот у лидера такие задачи. Есть еще какая-то переменная, какая-то сущность, какое-то предназначение, которое невозможно просчитать логично, рационально, но которое определяет в конечном итоге успех компании, возглавляемой вот этим лидером. Скажите, пожалуйста, вот все-таки возвращаясь к теме вертикального и горизонтального лидерства, очень часто у вертикального лидера есть желание все усреднить вот в этой плоской структуре. Это правильный путь, как вы считаете? Ну, грубо говоря, идея, что все должны жить по единым правилам, единые процессы принятия решений, либо должно быть некоторое разнообразие в плоских структурах. Лидерство – это жизнь. Это я вот, с моей точки зрения, это высшее проявление жизни. Жизнь – это прежде всего разнообразие. Поэтому лидерство – это высочайший уровень разнообразия. Когда мы говорим о том, что у лидера возникает желание все усреднить... Ну, так, чтобы лучше контролировать. Вдруг ошибутся. А отвечать придется вертикальному лидеру. Вы знаете, здесь вот хороший очень вопрос, потому что мы сейчас говорим о реальной жизнедеятельности лидеров организации. Я вообще вот такой секрет не открою, но я вам скажу следующее. Лидеров не существует. Менеджеров не существует. Это некоторые роли, некоторое поведение. Существуют люди. Вот тот вопрос, который вы обозначили, очень существенный. Я думаю, что этот вопрос связан с отношением лидерской и менеджерской роли человека. Когда возник менеджмент и динамично начало развиваться? Когда возникли сложные организации? Организация стала сложной. В ней появились сотни людей, тысячи людей. И требуется, естественно, управлять вот этим большим хозяйством. Для этого существует менеджмент. Менеджмент, он существует для управления сложностью. Лидерство существует. Опять-таки, лидерство, как некоторая роль, функция существует. Для стимулирования сложности. Абсолютно. Для изменения, для развития и так далее. Вот в этом плане действительно у современного руководителя, особенно в российской реальности, возникает большое искушение все усреднить для того, чтобы контролироваться. Однако, это дает определенный результат, но результат локальный. Мы все усреднили. Что это значит? Это значит, талантливые люди, которые были в компании, где они в данный момент находятся? В латентном состоянии. В латентном состоянии. А я вам скажу, они не в латентном состоянии, они в интернете ищут более оптимальное место для себя. Потому что внутреннее состояние таланта – это развитие. Таланты через некоторое время уходят, сильные сотрудники уходят. Остается масса сотрудников, которые просто некуда идти. Просто некуда идти. А если вы хотите такую компанию, вы ее получите быстро. Да, ну вы ее получите достаточно быстро. При этом она будет давать на первом этапе, ну в течение, например, года, двух лет, она будет давать хорошие результаты, но через это время она просто уже будет неконкурентно способная. Потому что жизнь, она определяет то, что происходит. Энергия жизни, она возникает там, где существуют различия и разнообразия. И вот еще второй аспект этого момента. То есть первый момент – это соотношение в поведении руководителя менеджерское и лидерское начало. Конечно, требуется и то, и другое. Но ни в коем случае не за счет потери будущего. Отказываясь от разнообразия, мы теряем связь с будущим. И по сути дела в данный момент кто-то вкладывает в разнообразие, кто-то вкладывает в будущее. Эти ситуации, они существуют. И сейчас, вы знаете, исследования показывают, что на рынок выходит совершенно другой тип молодых людей, которые не разделяют настоящее и будущее. Они живут в будущем. И вынуждены с ними конкурировать. Поэтому стратегически, конечно, важно приоритеты расставить. Разнообразие обязательно сохранять. Но при этом и создавать эффективный менеджмент для того, чтобы управлять сложностью. Мы создаем прорыв в определенной области, а затем мы хотим с этого нашего действия получать какие-то дивиденды. Мы ради чего-то, мы находимся в бизнесе. Менеджмент это позволяет делать. Сначала лидерство прорыв, потом менеджмент, потом лидерство. Но все равно вот этот ресурс разнообразия, он в компании должен быть. И вот у нас обучение проходит очень много лидеров. И, конечно же, мы обсуждаем, что отличает наиболее успешных лидеров. Вы знаете, вот удивительно, совершенно в разных областях вот этот элемент, он везде присутствует. Когда люди говорят об успешном лидере, эффективном лидере, пусть это будут, например, российские железные дороги, или это будет какая-то IT-компания, по сути дела в разных формах, везде лидер с глубоким уважением относится к разнообразию людей. С чем он борется? Он борется не с разнообразием, он борется с поведением, которое не соответствует тем ценностям, которые исповедует компания. Это совсем другое. Это уже другая плоскость совершенно. Мы не пытаемся создать единобразие. Мы говорим только о том, что мы играем одну мелодию в определенном жанре. Мы не позволяем смешивать эти жанры. Люди неплохие и нехорошие. Очень важно задать мелодию, и действительно задача лидера – это сохранять идентичность компании, идентичность корпоративной культуры, идентичность вот этому порыву, импульсу, который объединяет людей. Хорошо. Вот такой вопрос. Ну, ни Стив Джобс, ни Билл Гейтс никаких бизнес-школ не кончали. Это самоучки. Либо изначально в них были какие-то лидерские качества. Вообще можно ли научить лидерству? Ну, пусть это будет трюизмом, но я скажу, что замечательно, что они не кончали никаких бизнес-школ. Потому что, возможно, мы бы не имели таких замечательных лидеров и такие замечательные компании, и такие замечательные продукты, которыми мы все, в общем-то, с удовольствием пользуемся. Вы понимаете, путь, он у каждого свой. И с точки зрения похода к развитию лидерства, я бы вот, ну, это может звучит немножко, так сказать, вызывающе и странно, но я слушателям на первой встрече нашей всегда говорю, что лидерству научить невозможно. Но мы можем создать условия, в которых человек сможет повысить свой лидерский потенциал. При одном условии. При каком? Ну, создать его какую-то сложную систему, разнообразие. Да, вот мы создаем эту сложную систему, но при каком условии он использует вот эту возможность? Наверное, при том, что у него есть вот этот мотив развивать свое лидерство. Поэтому, с моей точки зрения, все искусство развития лидерства заключается не в простой передаче знаний. Это не какой-то навык отдельный. Это что-то другое, как я уже сказал, зачастую. Это просто невозможно понять, невозможно просчитать, невозможно предсказать. Задача заключается создать ту среду, которая действительно, в хорошем смысле слова, провоцирует человека при его желании эту компетенцию развивать. И в этом плане, вы знаете, как книги. Вот книги неплохие, нехорошие. Просто важно в какой-то момент времени, когда внутри у нас есть вопрос, столкнуться с какой-то определенной книгой. В другое время она не сработает. А вот в этот момент мы там находим ответ на вопрос и поднимаемся на ступеньку выше. В этом смысле и обучение лидерству, это создание некоторой ситуации, которая позволит человеку, при его желании, на ступеньку выше подняться. А может быть, в какой-то, это не какие-то ступеньки лидерства, а просто войти в это состояние, непрерывное развитие своего лидерского потенциала, его реализация. Вот это можно сделать. То есть вот такие формы обучения на программах МБИ, как групповая работа, создание конкурентной среды, постоянное изменение групп, проектная работа, вот они, наверное, способствуют вот в этом смысле. При определенных условиях. При определенных условиях. И вот это продолжает то, что мы говорили. Условия два. Первое. Эта группа разделяет ценность развития. Потому что, если в группе будут люди, которые в силу каких-то причин не разделяют эти ценности, эта группа будет очень малопродуктивна для развития лидерства. Потому что для того, чтобы двигаться в область неизвестности, а лидерство – это область неизвестности, нам требуется поддержка и понимание. Нам требуются соратники. Вот группа может быть вот этим соратником. Давать возможность нам быть более смелыми, предпринимать какие-то шаги, которые мы бы в отдельности, может быть, не предприняли. Вот при этом условии это может быть. И второй момент. Вы знаете, группы разные есть. Если мы говорим о... И в этом смысле, что отличает хорошую бизнес-школу. Это, мне кажется, момент просто состава участников. Важно не просто же собрать людей, а важно собрать людей, которые интересны для меня. И для меня выступают, как некоторый вызов для развития моих способностей. Если это умные, ищущие, если, как я уже до этого говорил, это люди, которые имеют определенные отношения с удачей, конечно же, это среда, которая для меня является прекрасной для развития моего лидерства. Андрей Леонидович, я очень рад, что Вы, в том числе, являетесь членом экзаменационной комиссии при приеме на программу Executive MBA Выше школы менеджмента и проводите вступительное интервью. Но, понятно, есть некоторые правила проведения вступительного испытания. Но одним из критериев принятия на программу Executive MBA является мотивация обучения. Это именно то, как Вы понимаете, мотивацию к обучению. То есть, если нет лидерского потенциала, то на программе MBA для руководителей делать нечего? Ну, Вы знаете, опять затронули один из ключевых вопросов по поводу лидерского потенциала. Лидеры рождаются или становятся? Я для себя следующее заключение, что ли, вынес. Все мы лидеры. Причем это можно сделать прямо сейчас. Мы с Вами вот в этом увидимся. То есть, каждый... Вы поставите эксперимент на мне. Хорошо. Я просто поделюсь экспериментом, который я провожу уже в течение 10 лет. В начале курса я всегда задаю вопрос... Ну, есть одно из упражнений. Просто вспомнить ситуацию, где Вы были лидером. Просто вспомнить. Ну, и затем люди обсуждают там в небольших группах или там мы коллективно как-то обсуждаем. Вы знаете, вот через это упражнение прошли сотни людей. Может быть, тысячи. Ни одного человека не было, который бы не вспомнил ситуацию лидерства относительно самого себя. Пусть это был детский сад, пусть это была какая-то заграничная поездка. На конференции на одной два участника действительно сказали, что они не могут вспомнить такую ситуацию. Но я надеюсь, что это были не профессора в области лидерства. Это были консультанты, задача которых выделится из фона. Нет таких людей. Это естественно, как я уже сказал, лидерство это просто высшее проявление жизни. У всех у нас к жизни есть отношения. Если человек пришел на собеседование, с жизнью у него в этом смысле в общее все в порядке. Поэтому лидерство у него есть. Действительно, для нас очень важно, чтобы человек, который поступает на программу экзекции в МВИ, в данный момент своей жизни был готов к изменениям, к развитию и к доверию самому себе с точки зрения реализации своего потенциала. Как я уже сказал, в разные жизненные периоды у нас разные задачи. Вот мы счастливы, мы боремся за таких кандидатов, которые находятся в поиске и действительно готовы приложить свои усилия для того, чтобы выйти на другой уровень своего развития, в частности, лидерства. Эти люди являются ресурсом для других людей, а наша задача, как мы говорили, создать ресурсную среду. Вот эта среда ресурсная. Хотите вы или нет, но общаясь с такими людьми, вы заражаетесь вот этим ожиданием будущего, ожиданием успеха, ожиданием чего-то нового и выходите из состояния комфортной зоны. Вот в этом плане, да, действительно, мы обращаем на это внимание. Скажите, пожалуйста, а вот обучая лидеров, бизнес-школы, конечно, сталкиваются с некоторыми вызовами, ну, либо, точнее, несут какие-то риски, есть какие-то риски. Вот вы не могли бы сказать, какие риски для бизнес-школы вы видите при обучении будущих лидеров или существующих лидеров. Ну, я могу сказать, что замечательно, что риски есть. Это позволяет нам, как говорится, быть в тонусе и постоянно осуществлять поиск. На самом деле, очень хороший вопрос. Я уже вот здесь представляю, ну, вот так называемые soft skills. Это лидерство, я преподаю переговоры, как часть... Ну, это называется мягкие навыки. Мягкие навыки, да, soft skills, да. Есть и другие предметы, которые преподаются в бизнес-школе. Есть разные преподаватели, разные ведущие. Причем у нас преподают не только преподаватели, но и люди из бизнеса, естественно, потому что система открытая. Вот я свое мнение выскажу, какие риски существуют для бизнес-школы современной. Первый, мне кажется, риск – это превратиться в что-то вроде исторического факультета в области бизнеса. То есть взгляд в прошлое. Будем исследовать лучшие практики, а лучшие практики они все уже были, для того, чтобы быть более совершенными в будущем. Мне кажется, вот этот подход, он не очень, так сказать, перспективен, потому что люди увлекаются... Историей. Да, историей, тем более много замечательных лидеров есть, всегда можно почитать хорошие книги, но теряется связь с настоящим. А самое главное – теряется нерв отношений с будущим. Это первый основной риск, с моей точки зрения. Второй риск, он тоже, мне кажется, имеет право на существование, он, собственно, существует. Это то, что бизнес-школа начинает готовить узких специалистов, финансистов, психологов. Для меня бизнес-школа – это площадка, где человек действительно способен соприкоснуться с бизнесом в целом, со всеми сторонами, создать целостную картину окружающего мира и своей компании. Если этого нет, ну, соответственно, мне кажется, бизнес-школа не достигает своего результата. И третий момент, вот он тоже достаточно, ну, дискуссионный. Вы знаете, существует бизнес-школа, их можно различить по степени открытости. Я считаю, что я работаю в бизнес-школе открытой. Что это значит? Это значит, что мы приветствуем высказывания разных мнений, мы приглашаем разных людей с разными позициями, с разными идеями в области бизнеса, и потом делимся своими мнениями, обсуждаем, ну, делаем какие-то выводы. Каждый имеет свой путь в лидерстве, например. Существуют другие бизнес-школы, которые замыкаются в своем подходе. В основе этой бизнес-школы существует какая-то узкая концепция. Она действительно может быть достаточно успешной. Но, как возвращаясь к поводу разнообразия, проодизиса, в том числе проодизиса, меня всегда, ну, я не скрываю этого, я не то, что я расстраиваюсь, но я всегда с, как бы это сказать, знаете, такое самоисполнение пророчества, я не знаю, когда я говорю слово «одизис», обязательно часть людей в аудитории начинают блаженно улыбаться. Я их спрашиваю, почему вы блаженно улыбаетесь? Ну, не в такой форме, но интересуетесь, какое у вас отношение к одизису? Мы поняли главное, говорят они. Естественно, я задаю вопрос, а что вы поняли? А вот тут уже проблемы. Вы понимаете, вот дело, вот одизис великолепный консультант, у него огромная практика, и он ставит правильные вопросы. Однако, с моей точки зрения, менеджмент и лидерство, это не вопрос «что», а вопрос «как». Как этого добиться? Как это сделать в этой ситуации? А учитывая то, что меры разнообразия, простые способы, они работают в какой-то ситуации. Вот хотелось бы у одизиса узнать, в каких ситуациях работает его подход, а в каких ситуациях он не работает. К сожалению, его в книгах очень мало на эту тему. Понимаете, у одизиса, я специально посмотрел вот несколько его работ, практически отсутствуют ссылки на других авторов. Это совершенно отдельный... Ну, это тоже и другая проблема лидера, видеть только себя. Я скажу так, и он хорош и замечательен в этом статусе. Но, при этом, возвращаясь к разным бизнес-школам, наша, вот я считаю, та бизнес-школа, в которой я имею честь преподавать, это бизнес-школа открытая. Это площадка для разных мнений. Ну, я пример приведу, вот с точки зрения, даже не работы своей, как преподавателя лидерства, вот под моим руководством и руководством заведующей кафедры Веры Николаевны Мининой, бывшей заведующей кафедры, мы создали и запустили HR-клуб. И условия мы поставили следующее. Каждый раз, это не только специалисты HR собираются. Должны быть исследователи в этой области, имеющие хорошие, глубокие исследования, и обязательно представители бизнеса. И мы вот эти три стороны, мы начинаем обсуждать какой-то вопрос. И те выводы, те впечатления, которые у нас, у участников возникают, это гораздо более глубокие, если бы обсуждение шло в отдельной аудитории. Вот бизнес-школа, я считаю, наша, с точки зрения открытости, позволяет именно, позволит себе соприкоснуться с разнообразием, взять что-то для себя и уже выйти отсюда обогащенным не только знаниями, но и вот этим ощущением жизни, которое, как я, глубоко убежден, с разнообразием связано прямой зависимостью. Андрей Леонидович, спасибо вам огромнейшее за то, что вы приняли сегодня мое приглашение на завтрак. Я думаю, что мы получили очень интересное представление. о сути лидерства и о разнообразии, которое мы с вами вместе создаем в Высшей школе менеджмента. Уважаемые друзья, конечно, Андрей Леонидович сказал, что главная ценность Высшей школы менеджмента это открытость, открытость к новым идеям, открытость к новым моделям, открытость к новым людям, открытость к новым абитуриентам. Мы рады пригласить новых абитуриентов, новых поступающих на программы Executive MBA, MBA для руководителей, которые реализуют Высшая школа менеджмента. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok